Буквально недавно произошла трагедия, которая повергла всех в шок. Эту новость не смог оставить незамеченный Никита Михалков. Он дал жесткую оценку произошедшему. Напомним, жительница Курильска обманом увела 7-летнюю девочку с детской площадки и затащила ее в квартиру к своему сожителю, который надругался над ребенком и выбросил ее в окно. Девочку, к счастью, удалось спасти. Ее доставили в больницу на вертолете. В сутки она лежала в реанимации, после чего ее перевели в хирургическое отделение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, она проходит курс реабилитации. Сожители были задержаны, возбуждено уголовное дело. Надругавшийся над девочкой мужчина ранее был судим за изнасилование. Соседи рассказали, что группа захвата при задержании действовала максимально жестко. Ни о каком гуманизме речи не шло. Тем не менее, группе захвата пришлось при выводе преступника защищать его от людей, которые узнали о произошедшем и пришли к подъезду. Была большая вероятность, что может свершиться самосуд. Соседи отметили, что семейная пара вела социальный образ жизни. Их часто видели в неадекватном состоянии. Вероятно, они злоупотребляли запрещенными веществами. О странной семейной паре периодически жильцы информировали полицию. Но, по их словам, это было безрезультатно. К ним даже не пришел участковый. После допроса мужчину заключили под стражу, а его сожительницу выпустили под подписку о невыезде, мотивируя это тем, что она представляет угрозу для общества. Никита Сергеевич Михалков дал свою оценку таким действиям правоохранительной системе. Он твердо уверен, что трагедии можно было избежать, если бы полиция работала нормально. Ведь были сигналы от жильцов, и злоумышленник был ранее судим по тяжкой статье. Почему сотрудники не реагировали? Мне непонятно, чем они занимались. Точнее, мне понятно, чем они занимались. Спали и получали деньги из нашего кармана. Таких сотрудников надо самих проверить на профпригодности наказать за бездействие. А лучше выгнать, иначе мы получим еще одно такое преступление, а может и не одно. Также мне непонятно, как можно было выпустить сожительницу под подписку о невыезде. Ведь она соучастница тяжкого, мерзкого преступления. Я не только о том, что она может натворить, но и о том, что люди могут взять правосудие в свои руки и наказать. Как это ни печально, они тогда сами станут преступниками. Но виной этому будут необдуманные действия полиции. Именно она своими действиями провоцирует новое преступление. Я беру это дело под свой личный контроль. В ближайшее время я пойду на прием к высшему полицейскому руководству с требованием провести служебную проверку по лицам, принимавшим участие в этом деле.